А ты где его хранишь? Дома. Дома? Ты покатаешься и заносишь домой, да? Не, я в подъезде его. А зачем в подъезде? Ты знаешь, что в подъезде его могут украсть? Ну, у меня уже так крали. А, вот тем более. Ежедневно в дежурную часть ОМВД России по городу Нефтьюганску приносят по пять заявлений о пропаже самокатов и велосипедов. Поиск осложняет отсутствие документов. Сохраняйте технические паспорта на велосипеды и самокаты. Если они отсутствуют, то делайте фотографии транспорта, и это поможет полиции в розыске пропавшего транспорта. Согласно статистике, чаще всего похитителями являются дети и подростки. Родителям за такое правонарушение придется заплатить штраф. Подростки, не достигшие 14-летнего возраста, ставятся за данный вид деяний на профилактический учет. К нам в инспекцию по делам несовершеннолетним. Если ребенок неоднократно совершает кражи, то нами направляется пакет документов на помещение данного лица в специальную закрытую школу. Чтобы предотвратить преступления, сотрудники ОМВД выходят с профилактическими рейдами. Оставляют информационные брошюры на транспортных средствах, почтовых ящиках, а также вручают лично в руки. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания Юганск.